Рамки детекторы смонтированы, указатели и вся необходимая информация о процедуре выборов размещены на специальных стендах. В участковой избирательной комиссии под номером 305 почти все приготовления завершены. Сейчас здесь подключают и комплексы обработки бюллетеней. Всего в Красноярске их 387. За порядком 9 сентября будут следить полицейские, по два сотрудника на каждом участке. Кроме того, наблюдать за происходящим будут и с помощью камер. Видеокамеры у нас установлены. Установлены видеокамеры у нас по диагонали. Эти камеры установлены так, чтобы было видно, как комиссия выдает бюллетени и как заходят в кабиночку голосовать. Всего по краю на избирательных участках установлено более 800 камер. Следить за трансляцией с них можно будет на специальном сайте. Обеспечивать порядок будут и сотрудники госавтоинспекции. Еще одна мера безопасности. В единый день голосования рядом с избирательными участками будет запрещена парковка личного автомобильного транспорта. Запрет начнет действовать в 8 утра в субботу, а завершится в 9 вечера в воскресенье. Работа на участках для голосования будет кипеть в течение всей субботы. Помещения дополнительно проверят кинологи. Полицейские напоминают, в день выборов они будут особенно тщательно следить за любыми попытками нарушения общественного порядка. В том числе несанкционированными митингами. За участие в публичном мероприятии, нарушающих его порядок проведения, влечет административную ответственность административный штраф на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательной работы до 40 часов. В текущем году органами внутренних дел Красноярского края за нарушение порядка проведения публичных мероприятий, либо его организации, привлечено к административной ответственности 58 граждан. Единый день голосования 9 сентября. Выбирать мы будем главу региона и депутатов Красноярского горсовета. Кроме того, пройдут довыборы в законодательное собрание края. Участки традиционно начнут работу в 8 утра и закроются в 20 часов. Сергей Сеславин, Павел Пателицин, Алексей Овсянников. Енисей. Новости.